Всем привет! Сегодня 28 марта, Московская область, погода замечательная, 12 градусов тепла. А я уже как 4 дня выношу рассаду погулять на улицу. Выношу 8 утра, заношу 8 вечера. И посмотрите, как прекрасно выглядит рассада корневого сельдерея. Я его подкормила, подсыпала чуть биогумуса. И у меня уход простой. Это полив и рыхление почвы. Рассада, правда, выглядит просто отлично. Это рассада лука, Эксибишн, Сторон. Я его подстригла уже второй раз, эти луки. И подсыпала, наверное, сантиметр этого сухого биогумуса. Тоже полив и рыхление почвы. Там остатки лука и остатки корневого сельдерея. Не знаю теперь, кому отдать корневое сельдерее. Оказывается, его мало кто выращивает. Посеяла на прошлых выходных редиску. Это два гибрида. Отличная схожесть. Наверное, все 100%. И взошел он у меня уже на третий день. Отлично просто. Высеваю в ящик. Для меня это удобно. Я перестала высевать редис в грядку, в теплицу. Не то. А вот в ящике отлично. Редис высеваю всего лишь в два оборота. Мы редис любим есть, знаете, вот когда он только-только, как первая зелень, первые корнеплодики. А дальше она уже надоедает. И мы ее просто выбрасываем. Она в холодильнике лежит. Никто ее не ест. Поэтому вот на первую зелень редис у нас хорошо идет. Я сейчас посеяла, он взошел. И еще посею через несколько дней. Все. Нам этого будет достаточно. Схожесть, конечно, отличная у этих гибридов. С рассадой нужно быть осторожней, потому что весеннее яркое солнце может пожечь все листья. Поэтому я ее выставляю в такую в ажурную тень. Также я приготовила тоже контейнеры, ящики для посева зелени. У меня сегодня такой посевной день. Ящик выстилаю клеемкой, можно чем хотите. Конечно, там есть дренажное отверстие. Засыпала землю. Я здесь смешала свою огородную землю с перепревшим навозом. Потому что земля у меня тяжелая. А в ящике надо в контейнере высевать землю более легкую. Потому что она потом спрессуется и очень тяжело растет зелень. Или с торфом мешать, допустим, свою землю. Здесь я приготовила шпинат. И чуть-чуть одну строчку посею руколу. Потому что ем ее только я. Это грядка, ящик полностью для шпината. Мы его любим. Шпинат высевает уже в 2-3 оборота. Потом еще в открытый грунт сею. Здесь будет у меня салат. Если уже будет возможность и останется салат, можно эту рассаду высадить уже в открытый грунт. Здесь у меня петрушка листовая. Вообще люблю я корневую. Отлично растет в открытом грунте. Но хочу посеять в горшок листовой. Чуть-чуть буквально. Вот как раз, видите, я свою землю мешаю с перепревшим навозом. И земля такая легкая получается. Я ею буду также присыпать посевы. И сегодня еще посею лук. Вот как раз лук на зелень. Я буду высевать в теплицу вдоль грядки, возле бордюрчика. Он там не мешает. Отлично. И мульчу засыпает удобно. Солому. Ничего не мешается. Укропа прямо с краю тоже в теплицу. Чуть-чуть посею. Укроп я больше люблю, когда он растет в открытом грунте. Мне кажется, он вкуснее получается. Дальше посею горошек. Я его уже замочила. Буквально 4-5 штучек высеваю в теплицу для ранней продукции. Это, знаете, так. Для ребенка поиграться в мае уже ест горошек. Делаю так 3 года. И отлично получается. И сегодня же хочу посеять огурец. Это от биотехники. По щучьему велению гибрид. Никогда его не пробовала. Это для ранней продукции. Буквально 2-3 кустика буду выращивать или в мягком контейнере, или в ведре. Ну, посмотрим. Но это не для теплицы. Потому что для теплицы в грядке огурцы еще высевать рано. Я это делаю в апреле. В общем, сегодня буду сеять. Здесь у меня растет земклуника. Раз, два, три, четыре куста. Я покупала в прошлом году на выставке. Земклуника называется студенческая. Говорят, она даже вкуснее, чем купчиха. Ну, посмотрим. Посадила. Понравится. Буду, если что, ее размножать. Высеваю сейчас шпинат. Сорт Крепыш. Каждый год его сею. Нравятся. Листья такие темно-зеленые, мощные, жирненькие. Сам кустик призимистый. И он, самое главное, раннеспелый. Это вот для ранней продукции. Значит, от сходов у него 20-30 дней. Отличный сорт. В этом году купила в белом пакетике. Ну, семена особо меня не радуют. Такие все разнокалиберные, не обработанные. Ну, обработка не важна. Но качество семян, конечно, оставляет желать лучшего. Ну, лишь бы была всхожесть хорошая. Высеваю сразу на расстоянии. Потому что нет смысла плотно высевать вот в таких ящиках. Пространства мало. Листья большие у шпината. Поэтому нужно держать расстояние. Здесь и так получится много в таком ящике. Вот я сейчас посею. Он у меня взойдет. И после всходов, через несколько дней, я еще подсею шпинат. Шпинат, конечно, мы едим. Очень хорошо он идет на первые салаты, в шаурму, в домашнюю, ну и так далее. Землю я в эти ящики засыпала с вечера. И пролила. Обязательно пролила. В общем, все ящики подготовила с вечера. А сегодня я сделала просто борозды. И борозки, конечно, пролила дополнительно. Итак, луки я уже посеяла в теплицу. Сделала борозду вдоль всей грядки. Пролила ее хорошо. И засыпала землей. Также здесь укроп у меня. И осталось у нас еще посеять горошек. Горошек утром замочила. Ну, давай, раскладывай. Сделала в углу такую грядку-ямку. И все. Раскладывай. Подальше друг от друга. Так? Да. 5-6 зерен будет вообще достаточно. Обычно высеваю всегда в маленькую теплицу. Это где у меня перечная, огуречная. Но там будут немножко переделываться грядки. Поэтому высеваю сюда в томатную. Вырастут стебли. И я их пущу вот по этому металлу. Все. И сейчас засыпем. Будешь засыпать? Да. Давай землей засыпай. А укроп уже посеян. Становись вот сюда. Полностью становись. Все засыпай. Держи. Все разравнивай рукой. Чтоб ровненько было. Все. И в мае уже будет у вас горошек. Ты любишь горошек? Да. Всем доброе утро. Это второй посевной день. 28 марта. Московская область. Сейчас 8 часов утра и 7 градусов тепла. И солнышко еле-еле пробивается сквозь точки. Вчера посеяла всю зеленушку. А сегодня сею капусту. Капусту на рассаду. Все теплошки я приготовила вчера вечером. И сюда буду высевать. Капусты у меня разные. Это брокколи лорд. Посею. Капуста майорка цветная. Ранее посоветовали. Капуста ранее белокочанная пандеон. Выращиваю много лет. Это самая лучшая ранняя капуста. Капуста это уже средне-спелая. Поздне-спелая это килостоп. То же самое, что и килотон. Но это улучшенная. Мегатон. Выращиваю уже третий год. Отличная капуста. Средний, поздний сорт. И линокс. Гибрид это поздний сорт. Тоже мне посоветовали. Очень долго она хранится. Но здесь у меня капусты. Это которые пойдут на второй оборот. Цветная, брокколи, пакчо. Это уже под осень я высеваю. Луки, укроп. Это все я буду высевать. Когда взойдет эта капуста. И я уже через неделю буду высевать как раз второй оборот. Так. Ну что ж. Земля приготовлена со вчерашнего вечера. Это моя земля огородная. Перемешала с перепревшим навозом. Подписала. Я все подписываю. Чтобы потом знать и сравнить сорта. Какие понравились, какие нет. Здесь цветная. Здесь брокколи будет. А здесь между прочим у меня уже. Если видно, всходит. Это в прошлом году меня угостили. Суворовский лук или суворовский чеснок. В общем, подзиму я его посеяла вот в такую плошку. Оставила в теплице. И думала, все, он не зашел. Вчера глянула. Думаю, выкину эту плошку. Землю вытащу. А смотрю, а лук-то взошел. Представляете? Вот теперь у меня будет суворовский этот чеснок. Так, здесь у меня цветная будет капуста. Посевы капусты я не усложняю. Все очень легко и просто. Здесь капуста цветная майорка. 15 семян. Отлично они, видите, обработанные. Просто раскладываю по поверхности земли. Я на первый оборот высеваю все 15 семян. Стараюсь держать расстояние, потому что в этой плошке у меня рассада капуста будет расти до самой высадки. в открытый грунт. Семена разложила. Теперь небольшим слоем присыпаю. Это тоже огородная земля, смешанная с перепревшим навозом. Сверху я поливать, конечно, не буду. Это я сделаю через несколько дней, потому что изначально вчера с вечера я очень хорошо пролила землю. Слегка уплотняю почву сверху. Итак, капусту посеяла. На этом пока остановлюсь. Все остальные культуры, такие как бархатцы, однолетние георгины и так далее, буду высевать на следующих выходных. У нас с понедельника передают небольшие заморозки до минус 5. И, в общем, переждем и опять начнем сеять. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего и всем пока!